Всем привет! Вашему вниманию обновленный список работающих посольств и консульских отделов в СНГ. Бельгия. Визовый центр принимает документы на студенческие визы для владельцев единого разрешения на работу, краткосрочные визы для моряков, водителей грузовиков для воссоединения с семьей. Венгрия. Консульство возобновило прием документов на ВНЖ, ВИЗА-Д и на продление карт ПМЖ инвесторов национального ВНЖ. Греция. Визовые центры в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге возобновили работу 3 августа 2020 года. Также работают визовые центры в Москве и Новороссийске. Дания. Визовые центры в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке, Новосибирске возобновили работу 3 августа 2020 года. Претендовать на получение визы могут те соискатели, цель поездки которых указана на сайте полиции Дании в списке целей визита, по которым разрешен въезд. Дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020 года. Италия. Визовый центр в Москве возобновил работу 30 июля для оформления следующих типов виз. Рабочая, транспортная, служебная, транзитная, студенческая, медицинская, деловая. Для повторного въезда виза по семейным мотивам. Также открыты визовые центры в Белгороде, Владивостоке, Воронеже, Волгограде, Казани, Калининграде, Краснодаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Уфе, Челябинске, Томске, Иркутске, Ростове-на-Дону. Латвия. Визовый центр в Москве ведет прием документов для следующих категорий. Члены семей граждан Латвии, моряки, спортсмены, студенты очной формы обучения, студенты по обмену, автоперевозчики, лица, которые получили положительное решение от УГДМ о выдаче или регистрации ВНЖ, кроме студентов. Лица, следующие на лечение или похороны близкого родственника, сотрудники и специалисты, которые имеют подтверждение от ЛИА. Литва. Визовый центр в Москве принимает документы для следующих лиц. Члены семьи граждан Российской Федерации с постоянным ВНЖ в Литве, члены бригад экипажей, работающих в литовских компаниях, специалисты здравоохранения, деятели искусства, заявители, запрашивающие национальную визу, клиенты, въезд которых возможен и одобрен на основании отдельного разрешения. Мальта. Визовый центр Санкт-Петербурга возобновил прием заявок на визы моряков, экипажей и членов семей. Нидерланды. Визовые центры Москвы и Санкт-Петербурга принимают документы моряков, водителей грузовиков, экипажей воздушных судов. Норвегия. Визовые центры Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска принимают заявления на ВНЖ, въездную визу Д, визу С для специальных категорий или получения паспорта. Польша. С 3 августа визовый центр в Москве принимает документы на долгосрочные визы Д, краткосрочные визы С только для водителей-дальнобойщиков и членов семей Республики Польша. США. Возобновило работу Генеральное консульство в Екатеринбурге. Ведется прием заявлений на визу без прохождения собеседования только на категории C1-D, визы для членов экипажа, и F – студенческая виза. Хорватия. Визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге возобновили работу 3 августа. Подать документы могут члены семей граждан Хорватии, члены семей граждан ЕС, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии. Медицинские работники, специалисты по уходу за пожилыми людьми, дипломаты, грузоперевозчики, лица, которым нужно срочное лечение, а также сотрудники международных организаций, транзитные пассажиры, моряки, физические лица, владеющие недвижимостью либо водным судном, а также для посещения похорон. Франция. Визовые центры принимают документы от студентов, лиц, ходатайствующих по семейным обстоятельствам для постоянного проживания во Франции, либо имеющие профессиональное основание для постоянного проживания во Франции, от обладателей документа для постоянного проживания после 15 июня, возвратные визы длительного пребывания. Швеция. Визовые центры Москвы и Санкт-Петербурга работают на выдачу паспортов.